Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, дарующий милость Свою, дарующий Свою благодать каждому, кто ищет Тебя. Мы благодарим Тебя за Ишуа, нашего Мессию, который стал нашим Спасителем, который открыл нам доступ к святой святых. Ашер Бахарбану Миколами, Ванатан Лану и Торато, Барухатта Дунай, Нотейна Тора. Амин. Присаживайтесь. Итак, я хочу сразу начать с заявления. Ого! То, что я сегодня буду комментировать, это мое мнение. Оно будет возможно расходиться с мнениями общепризнанных комментаторов. Но я прошу снисхождения, это мое мнение. Может быть, будет казаться, что я стараюсь притянуть за уши, вот именно к этому месту, к этому, то, что буду толковать, какую-то ситуацию. Возможно. Но я хочу сказать, это мой комментарий. И я могу ошибаться, но давайте мы посмотрим в Писание и примем просто такое решение. Знаете, все Писание Богдухновенно, полезно к научению, обличению, исправлению. И поэтому пусть всякий святой будет скор на слышание, медленно на говорение и медленно на гнев. Амин. Хорошо. Итак, недельный раздел Торы называется «Вайшеллах». Он находится в книге Баришит. И содержится он с 32 главы 3 стих по 36 главу 43 стих. И начинается он с «Вайшеллах Яков и послал Яков». Итак, это история о том, как Яков уже ушел от Лавана, идет навстречу своему брату Исаву, и там происходят какие-то события. И я хочу остановиться на определенном стихе. Давайте мы откроем сейчас 36 главу, вот 32 главу с 25 стих. «И остался Яков один». Такое оптимистическое начало. «Яков остался один». Послушайте, Яков остался один. «Впереди Эсав, позади прошлое, и он один в пустыне». Знаете, очень интересно, что иногда, ну как бы очень часто, даже не иногда, а часто, что перед тем, как войти в что-то новое, мы остаемся одни. Вроде бы у нас все есть. У нас есть какие-то успехи, у нас есть отношения с Богом, у нас есть какие-то, у нас есть семьи, у нас есть дети, у нас есть какие-то трудности. Все есть. Но наступает момент, и мы остаемся одни. «И остался Яков один». Перед этим мы можем читать, он выходил от Лавана, Лаван его остановил, как что-то наделал, как ты забрал мою дочь, ушел от меня. Ну, опять же, не забудем, что вначале Бог пришел к Лавану и говорит, ты там будь осторожен, ничего плохого не делай. И потом происходит, происходит картина, остается, ну, потом эта история с этими Терафимами, вы помните, кстати, обратите внимание на этих идолов, которые украла Оливка, ну, его жена. Потом проходит момент, они уже примеряются, возводят хоум, заключают союз, и вот они идут, переходят через, там, в определенное место, видят ангелов божих, называют это место Маханаим, да, стан божий. И что происходит дальше? И говорит, и посылает он, там, своих служителей, там, работников кисаву, сказать, что твой брат идет. Они возвращаются и говорят, идет твой брат, радостно, 400 человек с ним. Все. И сердце упало. И он начинает молиться, Бог, ты же сказал, ты обещал, ты мне клялся, что ничего не произойдет. Ты же верный, ты же правильный. И посылает впереди себя караваны, которые с дарами, которые должны были прийти кисаву. И вот это от Якова, который возвращается назад для тебя. То есть, интересный момент. И я останавливаюсь, и остался Яков один. То есть, давайте посмотрим. Яков, Яков, что же такое Яков? Яков — это имя, да, и оно означает, как держащийся за пятку. Он был вторым сыном. Они были близнецами. То есть, первый родился Исаав, второй родился Яков. И если посмотрим на жизнь Якова, он все время был вторым. И он постоянно выгрызал Божье благословение. Вот слово «выгрызал», потому что, вспомните, первородство. Он его выгрыз. За похлебку выкупил. Потом благословение отца, без которого вот эта похлебка не работает. Выгрыз. Пришел к Лавану. Подсунули не ту жену. Вторую выгрыз. 14 лет работал. Простите меня, я не понимаю, как это так. Дальше. За скот свой еще работает 6 лет. То есть, он постоянно что-то влаживает, чтобы что-то получить. Он влаживает, влаживает, влаживает. И к нему приходит Бог и говорит, слушай, иди назад, домой. Все. Все будет хорошо. Я благословлю тебя. Я введу тебя в землю, которую обещал Аврааму Ицхаку твоему отцу. Все будет хорошо. Яков идет. Приходит момент, и он остается один. Итак, в жизни каждого из нас, верующих, наступает момент, когда мы остаемся одни. И написано дальше. И боролся с ним человек до восхода зари. И тут у меня вопрос возник. Ну, как бы, в иврите вообще, кто этот человек? Знаете, целые комментарии, тома написаны, кто этот человек. Одни говорят, это был ангел Исава. Ну, то есть, ангел Исава пришел, чтобы не пускать его. Вторые говорят, это был ангел Божий. Третьи говорят, вообще, он на самом деле сам себе боролся. Знаете, злое начало, доброе начало. Ну, я понимаю, что и каждый комментатор определяет свой комментарий. Каждый комментатор говорит по-своему. И вы знаете, это правда. Каждый имеет право на свой комментарий. Но я, опять же, говорю, что мой комментарий будет немножко отличаться от этого. Ну, от общепринятого. Почему? Потому что я задавал вопрос в течение недели многим людям. За что? Почему? Яков бился с этим ангелом, с Богом, ну, как вы хотите, самим собой. И они мне говорили все. Ну, практически все. Ну, кроме людей, я не буду их рекламировать. Которые сказали не так. Но они сказали правильно. Потому что на самом-то деле, они говорили, люди, Яков бился за благословение. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И мы делаем вивод. Какой? Он бился, чтобы он его благословил. Но на самом деле происходит все наоборот. Не Яков бился с этим, некто, с этим человеком. Это человек бился с Яковом. Яков, он уже все просчитал. Он понимал, ага, идет впереди Исаф. У него уже план действий. Что надо сделать? Значит так. Бог обещал, хорошо, Бог обещал, но я вижу реальную опасность. Я собрал больших людей. Я собрал сокровища, я собрал стада. И что? Послал впереди себя. Авось получится. Авось получится, вдруг пронесет. И он уже собирался, он уже перевел, помните, за стан. Он разделил два стана, да? Если что-то случится, один погибнет, второй останется. То есть все продумано, все просчитано. Он по привычке, как он привык выгрызать благословение когда-то, он работает по шаблону. И так, к сожалению, мы тоже работаем порой. И так, вот происходит этот момент. Он его выводит за стан. И тут приходит некто и не пускает его. И знаете, я все-таки стою на основании, ну как бы стою на том, что он сражался с Богом. И есть такие комментарии в Торе, есть даже такие как бы места, которые сами комментаторы подчеркивают таким образом, что они не буквально запрещено толковать место писания буквально, только потому, чтобы миним, то есть отступники, то есть мы с вами не взяли основания от этого и сказали, ну вы же сами видите, что это правда. Почему же вы не толкуете так, как написано? И поэтому, то есть еще раз я объясняю, то есть есть место писания написано, сей дева в очреве зачнет и родит сына. И там написано бета-уа, то есть женщина, не познавшая мужа. Но они говорят, нет, там написано молодая девушка. А она может быть и замужем, она может быть и разведенная, то есть именно не девственница. И поэтому мы будем читать вот именно так. И от этого будем отталкиваться. Исаи 53 глава. Кто? Страдающий слуга. Кто? Ишуа. Мы понимаем это. Но как же так, если мы скажем, что это Ишуа, тогда тысячелетия просто идут на смарку. Поэтому мы будем толковать Израиль. Только Израиль. Другие просто не подходят. И то же самое происходит здесь. Если это был Бог, то как великий Бог мог воплотиться в человеке? Мы с вами знаем, как великий Бог мог воплотиться в человеке. И кем был он? Это был Ишуа. Итак, я хочу вернуться чуть-чуть назад. Бог не пускает Якова. Почему Бог не пускает Якова? Потому что, наверное, Бог знает лучше и больше то, что думает Яков. Яков по привычке хочет совершить то, что он думает. То есть, я пошлю дары, я сделаю по-своему. Да, Бог есть, Он меня благословляет, но я помогу ему, может быть, так. Это его ход, это мои мысли. Это я так думаю. Возможно, Яков был вообще духовный человек, он по-другому думал. Но я думаю, что Яков был такой, как и мы. И когда он видел какую-то возможность, ну, как бы непонимание, он так и поступал, как человек. И потому что, если мы посмотрим эволюцию вот этой борьбы, сначала это был некто человек, да, там напишено Иш, человек. Ну, там нету, как бы, какой человек, просто Иш, человек. Это был человек. Потом идет целое дальше, идет дальше, дальше, дальше. Он уже получается Элохим. А потом он называет это место Панав, Эль Панав. Бога уже в единственном числе видел Бога лицом к лицу. То есть, получается, человек, Боги, Бог. А следующее дальше, если мы посмотрим, там вообще написано, что Бог говорит ему, это уже в какой, сейчас секундочку, в 35-й главе. И явился Бог Якову еще раз. И сказал ему, что имя твое Яков... Сейчас секундочку. То есть, он говорит так, он говорит, что явился ему Бог, как тогда, когда он убегал от Исава. То есть, получается, Бог явился ему, как тогда, это уже был не ангел, не человек, то есть, это был Бог. Но это мое личное, как бы, понимание, что это был Бог. Это был Бог. И Бог иногда, не мы сражаемся с Богом, а Он сражается с нами, чтобы благословить нас. Знаете, бывают ситуации в жизни. Мы что-то хотим достичь. Мы куда-то идем. Мы молимся, мы постимся, мы движемся. Вот у нас уже есть цель, я пойду туда, я сделаю это. Идут, оп, все рушится. Все не так. Как-то происходят какие-то моменты, ты начинаешь думать, что же происходит. Начинаем связывать, парализовывать там, кого не надо. Мы начинаем каких-то бесов гонять. Мы начинаем на людей грешить. Думать, что же мы там... Потом проходит там время, и вдруг мы начинаем понимать, что-то тут не то. Что-то не то. А потом проходит еще время, и мы понимаем, это Бог. Это Бог остановил меня на определенном этапе. Потому что если бы я вошел или сделал, получил то именно в этот момент, я бы просто разрушил. Я бы сам бы разрушен был бы просто. То есть, если бы Иосиф не прошел вот этот путь рабства и стал сразу помощником фараона с его гордостью, возможно, он немножко по-другому поступал. Но пройдя через определенный этап жизни, он стал тем, кем он стал. И поэтому Яков остался один. Он остался один наедине с Богом и самим собой. И Бог пришел в его жизнь, чтобы остановить его же. Чтобы и он, Бог, боролся с Яковым. И вы знаете, в этом упорстве мы такие порой упорные, бьемся так за свое, что даже Бог не может нас одолеть. Ну, конечно, Бог может одолеть все. Он всесильный, Он всемогущий. Я говорю сейчас образно. Ну, вы понимаете, да? Мы наступает момент, я говорю, я хочу. Эта сестра будет моей женой. Нет. Нет, это так и будет. Я буду биться до конца. Доходит конец, конечные итоги и уже и все. Ничего. Хотя надо было просто опустить, Боже, твоя воля. Я буду делать то, что ты мне скажешь. И если это будет от тебя, оно будет так. Понимаете? Но мы, как положено, бьемся с ним до конца. И тогда Бог что-то ему сделал, повредил ему бедро. Помните, да? И что происходит дальше? Ну, как от к Павлу. Он дал ему жалобу плоти. Зачем? Чтобы тот не превозмогался этими всеми откровениями, какие у него были. Итак, что происходит? Яков борется с Богом. И не... Нет, Бог борется с Яковом. Простите меня. Чтобы благословить Якова. И Яков... Чтобы Яков вошел в то, что Бог ему приготовил. Это мое личное мнение. Я еще раз говорю, что мое мнение может расходиться с комментаторами, с другими людьми. Но мое личное понимание, Бог остановил Якова. И потом прошло время, появляется рассвет. Да? Восходит рассвет. И Яков говорит, что? Он говорит, отпусти меня. Отпусти меня. Ибо уже взошел рассвет. И он говорит... И Яков отвечает тогда, не отпущу, пока не благословишь меня. Но давайте по логике. Сильный благословляет слабого. А здесь Яков не проигрывает. Яков не в поражении. Яков не в поражении. Он на равных бьется. Но здесь, вероятно, он понимает, кто это. Он понимает, что происходит. И он говорит, благослови меня. Он, знаете, смиряется. И мы, когда мы разговаривали недавно... И он говорит, отныне ты не Яков, тот, кто идет второй. Держится за пятку. Выгрызает Божье благословение. А ты Исраэль. Исраэль, это есть несколько прочтений. Ты царь. Царь для Бога. Потом ты тот, у кого есть сила Божья. Понимаете, да? Ты уже не тот, кто будет идти вторым. Ты тот, кто будет идти вместе с Богом. Ты будешь его посланником. И, вы знаете, если проводить параллели, то, конечно, можно уместно, неуместно проводить параллели с апостолами. Но, знаете, я увидел очень интересный момент. Когда второй раз Яков, Бог явился Якову, да? Бог явился Якову и сказал ему, что я... Иди туда, в то место, где ты когда-то явился, я тебе, когда ты убегал от Лавана и построил там жертвенник. Знаете, что сделал Яков? Он сказал всем людям, всех идолов, всех ложных богов, которым вы поклоняетесь, несите ко мне. И все их принесли. И он их выкинул, он их закопал. Странное поведение. Ну, как бы до этого я почему делал ударение вначале? Когда Лаван за ним гнался, он этого не сделал. Она сидела на этих террафимах, и неизвестна судьба этих террафимов. Возможно, они были с ним уже и дальше. Но после этой борьбы, когда Бог победил его, когда он сдался Богу, то есть очень интересный момент, не Бог его победил, а он сам сдался Богу. Он сдался. Он попросил, чтобы Бог благословил его, чтобы этот ангел или этот некто, этот человек благословил его. Этим самым он говорит, я принимаю твое благословение, ты старше, ты сильнее, я буду идти под твоим благословением. Происходит какая-то метаморфоза, превращение. Яков выкидывает ложных богов за стан. И это звучит так. У меня еще есть минутка. Смотрите. Бог сказал Якову, это 35 глава, 1-4 стих. Встань, пойди в Бетель и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившимся тебе, когда ты бежал от лица Исаба, брата твоего. И сказал Яков, то есть смотрите, он сказал только, построи жертвенник и иди в Бетель. Он ничего не говорил, выкинь богов, оставь прошлое. И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мною, и хранил меня в пути, которым я ходил. И отдали Якову все богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Яков под дубом, который близ Сихема, и оставил их безвестными даже до нынешнего дня. Мне кажется, что поступок очень сильный. Поступок, который кардинально меняет этого человека. Имя его, он заслуживает свое имени. То есть с ним что-то произошло радикальное. Он пошел, он принял власть Бога. И в дальнейшем, если мы увидим жизнь Якова, он таким и оставался. Даже когда уже Иосиф, помните, да, он помнил, что Бог говорил, что народ будет там в Египте, и он говорит, что мои кости вынесите. А это уже, знаете, как бы, ну, это уже вера, это уже шаг какой-то веры. Когда это произойдет, сделайте так. Хорошо, вот такой комментарий. И Бог очень часто в нашей жизни наступает в моменты нашего одиночества. И это хорошее время. Это время перед тем, как мы должны войти в что-то новое. То, что обетовал нам Господь. Это первый момент. Второй момент. В этот момент происходят какие-то события, и мы думаем, что весь мир восстал против нас. Но на самом-то деле, это Бог нас останавливает для того, чтобы мы поняли, кто мы, куда мы идем, и кто нас ведет. Потому что, помните, Яков сказал, ты Бог, который был со мной в дни бедствия, который защищал и хранил меня. До этого он такого не говорил. Итак, смотрите, и наступает момент, когда мы понимаем это, мы принимаем Божью волю, и мы входим в Божье благословение. И когда мы входим в Божье благословение, мы понимаем то, что приготовил Бог для нас, намного больше того, что мы придумали себе. Потому что в первом случае, в первом случае Исаав был готов расстаться со всем, Исаав, извините, Яков, был готов отдать все, лишь бы остаться живым. Лишь бы получить благоволение от Исаава. А во втором случае, Исаав увидел его, прибежал, пал ему на грудь, плакал. Ну и, конечно, история с подарками, он ему прямо всучил их. Возьми, возьми, не буду брать, возьми, не буду брать. Может, там был хитрый умысел, может быть. Ну, как-то так странновато оно так умышляется. Спасибо. Вот такой комментарий. И если, ну, то есть еще раз, если в вашей жизни происходят такие моменты, обратитесь к Богу и скажите, благослови меня. Сдаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok